всех приветствую на моем канале и сегодня хочу показать вам июньское цветение моих орхидей цветет немного но очень ярко и красиво орхидеи стойко пережили нашу недавнюю жару некоторые из них даже на балконе пришлось потрудиться чтобы создать им комфортные условия и вот наша первая красавица я получала недавно от iphone через сайт импорт флора из наличия она пришла ко мне с цветоносом и растущим листиком это фаленопсис my der land golden pumpkin номер 4 и вот фаленопсис драстил свой листик и начал растить бутоны на цветоносе и вот сейчас эти бутончики постепенно распускается остался еще один вот такой вот кустик шикарный это вилочка с названием в общем неприхотливое абсолютно растение растет развивается и радуется такими солнечными цветочками цветок в размере около пяти сантиметров аромата никакого не ощущается но ему можно и не пахнуть он и так яркий красивый следующий парада в lancidion twinkle вот такие вот милые цветочки лет начали распускаться только-только на цветоносе цветочки еще имеет зеленоватый оттенок и белую с желтой серединкой губу уже сейчас появился невероятный аромат карамели это такая пахучка с очень ярким стойким ароматом и у нас восемь цветоносов цветоносы небольшие не длинные в этом году и не особо в действии но их 8 штук я его пересадила после прошлогоднего цветения так как цвел он всего на два цветоноса я решила разделить его на несколько частей и посмотреть что из этого получится переехал у меня в такой керамический дырщатый горшок и весной активно начал растить новые росты а затем и цветоносы и вот сейчас мы наблюдаем таинство распуска следующая красавица моя любимица каждом обзоре она есть это леолин дракон герл цветет уже с апреля месяца доращивает цветонос и распускаю все новые новые бутоны невероятно ароматная с ароматом розы великолепные листья не перестаю говорить как я ее люблю единственное что есть еще два цветоноса которые не очень хотят распускаться и растить бутоны и я думаю что ему уже стал тесноват горшок там безумное количество корней так что после цветения эта красотка переедет более просторный горшок следующая героиня предыдущего цветения также продолжает свое цветение и в этом месяце это зенкмин анаконда вот и фон цветочки стали более яркими также как и аромат на солнышке такой аромат специи перца лимона в прошлом обзоре я показывала что у него начал расти новый цветонос вот за месяц вырос такой цветонос и показались бутоны кустик довольно крупный волнистые листья в прошлом месяце он тоже приехал у меня более просторный горшок и уже активно заполняет его корнями вот такая вот красавица надеюсь еще долгое время будет радовать своими цветами ну поэтому мельтонеопсис у меня было отдельное видео на канале ссылку там в описании можете посмотреть это мельтонеопсис который был подарен моей маме на 8 марта цветение магазина отличалась от того что сейчас цветет великолепные цветы и бархатные текстуры с таким акварельным раскрасом лепестков какая-то там принцесса тюймовочка в центре очень красивые цветы стойко перенес жару на балконе несмотря на то что говорят что мельтонеопсис и любит прохладу этот мельтонеопсис цветет и растит новые росты пережив очень сильную жару конечно я создавала условия комфортные но я думаю не только в моих усилиях тут дело не всем мельтонеопсисом нужна такая уж прям прохлада вот такая вот красавица следующая героиня это фаленопсис интермедиа оранж и очень неудобно снимать потому что цветонос с огромной длинной удочкой постоянно куда-то отворачивается растет как мы вздумается то в одну то в другую сторону соответственно цветы тоже поворачиваются разные стороны и снять его с одного ракурса очень сложно красивые цветы с нежно-розовыми всполохами оранжевой губой губа при распуске имеет более малиновый оттенок но потом перед цвета этого оранжевый постоянно доращивать свой цветонос и распускает все новые новые бутоны получала я его тоже вместе с золотой тыковкой название через группу импорт флора от поставщика микки с цветоносом уже этот цветонос распустился и продолжает свое цветение пытаясь все смонтировать ролик отдельный по его цветению каждый раз приходится до снимать что-то потому что доращивает цветонос открывает все новые новые бутоны но я думаю процесс будет бесконечный поэтому в ближайшем время смонтирую ролик и выложу его на канале для того чтобы вы полностью могли насладиться его цветением следующая красавица это котлея который цветет у меня уже две недели тоже на балконе обитает тоже принесла жару это котлея война и леопард получала я ее где-то две недели назад может чуть больше с бутоном покупала из наличия в группе орхидеи азии и вот бутон распустился и вот такой вот прекрасный цветок имеет невероятный аромат дорогие французских духов мне напоминает духе диоризма очень красивый яркий цвет губа невероятной красоты эти крапушки растет он в кокосе я его пока не пересаживала потому что цветет и что появление новых корней вот сейчас я заметила что появились новые корешки так что буду ждать окончания цветения и пересаживать эту котлею вот она в таком решетчатом горшочки внутри кокос весь горшок оплетен корнями и живые корни есть к счастью и нарастут новые так что пересадку я думаю она переживет достаточно легко вот такая бирочка с названием здесь только указано имя клона война леопард в общем не перестаю восхищаться красотой этой котлеи она является одним из родителей всем известных популярных сейчас дуриганов и я думаю что она не менее красиво хотя дуриганов просто огромное разнообразие цветов это котлея не менее шикарно и аромат конечно просто взрыв эмоций невероятный аромат ну вот собственно все мои цветуны на сегодняшний день если вам понравилось это видео ставьте лайк подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео всем пока пока